Благодаря Андрею Хлывнюку, лидеру бумбокса, «Ой, улузи, червона колына» начали петь и интерпретировать во всех странах и на всех языках. Музыкант исполнил её с оружием в руках возле Софийского собора. Хлывнюк служит в подразделении столичной патрульной полиции. В марте музыкант испугал поклонников, сообщив, что попал под миномётный обстрел. Хлывнюк получил ранение в лицо, однако быстро восстановился и вернулся к службе. С первых дней полномасштабного вторжения России в ряды ВСУ вступил шоумен и музыкант Коля Серега. Сначала был в Одесской теробороне. «На кораблях Володя Путин в Одессу выслал свой десант, а мы его на дно тут пустим, и там займётся им рапа». Поддерживая боевой дух шуточными песнями о враге. Недавно был в Николаевской области. Серега был участником нескольких удачных спецопераций по поимке коллаборантов. В одной из них даже удалось разоблачить российского ФСБшника. Певец Тарас Тополя вместе с группой антитела пошёл в тероборону Киева с первых дней войны. В качестве парамедика. Также нёс службу в зоне боевых действий на Харьковщине. Оказывал первую помощь и вывозил раненых. Самым страшным называет день, когда место их дислокации враг обстрелял из миномётов. Тарас и его побратимы чудом выжили. Сейчас антитела возвращаются в Киев. Будут, как и прежде, в теробороне столицы. Певец Макс Барских, который последние 8 лет выступал в РФ с начала войны, одним из первых послал вслед за русским кораблём весь российский шоу-бизнес. Музыкант записал один из гимнов войны за независимость «Хайбудэвэсна». А в начале апреля вступил в ряды ВСУ. Артиста записали, как резервиста. У него не было военного опыта. Барских даже прошёл военную выучку. Однако вскоре понял, что его оружие — это музыка. Танцор и хореограф Дмитрий Дегусар пополнил ряды украинской армии через 3 дня после полномасштабного вторжения. С тех пор он редко появляется в социальных сетях. Недавно Дмитрий рассказал, что потерял на войне близкого друга. С первых дней войны ряды теробороны Киева пополнил лидер группы ТНМК «Фагот». Он также успел побывать в Харькове, где выполнял задания в тылу. Признаётся, командиры его берегут, не пускают на нулевые позиции. Сейчас ТНМК собирают средства для армии на благотворительных концертах. Побывать на нуле и практически в окружении удалось 50-летнему Сашку Положинскому. Он в окопах уже почти 3,5 месяца. Не раз попадал под обстрел. Вспоминает, что однажды пришлось грузить в эвакуационное авто изувеченные тела двух друзей. Ряды теробороны с начала войны пополнили украинские режиссёры Олег Сенцов и Ахтем Саитаблаев. Сенцов позднее переместился в горячие точки Донецкой области. А ещё во время войны он женился. Подпишись на канал Система Инфо. Мы информируем о том, что имеет значение. Реагируй лайком и оставь свой комментарий под этим видео. Мы ценим обратную связь.